здравствуйте дорогие друзья я рад вас вновь приветствовать на своем канале сегодня у нас музыкальное видео с маленьким экскурсом в историю совсем маленьким дело в том что как вы уже догадались из названия ролика сегодня хочу сыграть вам такой духовный кант песню такой кант бежать у почаев с кишки на дороге и хотел бы остановить свое внимание немножко на самом почаеве это небольшой городок я точно не помню какой там статус и город почаеве это находится в Тарнопольской области Украина но никто бы не знал этот почаев не то что в мире а может и не все бы в Украине знали об этом городке если бы не монастырь который находится в этом городке свято-успенская почаевская лавра он известен по всему миру потому что в этот монастырь съезжаются сразу в уголков земного шара паломники причем как православные так и не православные вот я бывал в нем очень много раз это от нас где я живу это 860 километров я много раз и машиной семьей ездил и автобусом паломники прихожан возили вот ездили дело в том что монастырь то непростой по всей земле особенно у нас на святой руси сколько монастырей но этот особенный дело в том что во первых он один из трех лавров которые находятся на территории украины и 4 в россии вот 4 псково-печерская успенская а на территории украины у нас почаевская лавра свято-успенская киево-печерская лавра свято-успенская и и свято-успенская лавра тоже свято-успенская свято-успенская лавра донецкая область вот три лавры в украине все успенские то есть освящены в честь успения божией матери так вот этот монастырь почаевская тогда он еще не был лавры просто основался был основан 1597 году древний монастырь основана земля который подарила помещица анна гойская после того как не прошу прощения на ее землю но потом же последствий в этот монастырь она передала икону божьей матери которая стала называться почаевская дело в том что эта икона находилась у нее дома была подарена ей греческим митрополитом неофитом в знак благодарности за радушный прием и вот эта иконочка находилась в доме этой помещице анны гойска у нее был все пораженный брат и вот однажды этот брат до того не зрячий ничего не вижу увидел сияние от этой иконы божьей матери воскликнул что он видит и получил исцеление от своей слепоты тем более что еще раз повторюсь он слепо рожден то есть он не потерял зрение в каком-то определенном возрасте а родился слепым и вот он получил зрение вот и тогда уже это помещица анна гойска решил эту икону передать новейшее хранение монахам вот монастыря который был основан на тех землях которых она подарила но дело в том что и монастырь и собственно этих землях не просто так основался на этом месте была по ступу явилась богородица огненном столпе и там и на том месте где она стояла остался отпечаток ее стопы и из него стал иссякать источник святой воды и течет по сей день я неоднократно был ланды для паломников конечно прикрыва там стекло такое место находится сейчас храме гуспенском соборе она как очень красиво культурно огорожено там формы вот и ниже уровня пол находится этот камень с отпечатком и он открыт стеклом и из-за того что там вода конденсат получается постоянно стекло такое мокрое и но монахи еще по чаевской лавре водили меня в нижнем храме это монастырь находится на горе и вы ходили за 4 из нищего храма тоннель такой и мы ходили под тот камень который вершина которого верхнем храме вот и снизу очертание у стопы такими но обозначена от края 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 обозначены таким знаете когда каша кипит да и пузырьки такие лопается густая каша лопается вот так на камне лопнувшие как-то такие картерки и черные говорит она высокой температуре которая была и вокруг этого изображается стопы божьей матери для изображения ой на камне очень красивый орнамент такой знаете завитушечками причем у стопы за мангусой и чем дальше 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 с об этом умеете реже 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 и исчезает вот такое чудо чудесное явление вот и получается что существует два изображения иконы божьей матери по чаю стоял одна это когда богородица держит владельца на руках перед ней камень с изображением стопы с которой течет водичка а второе изображение по чаевских иконы божьей матери это богородица стоит весь рост и объято пламенем поэтому если у кого-то да есть так или так по чаевских иконы божьей матери два вида изображения значит а икона которую анна гоиска подарила монастырь отдал на вечное хранение до сих пор находится в пачаевской лавре в свято-успенском соборе над царскими вратами на специально таком звездообразном киоте и каждое утро в 6 утра под пением непроходимые врата специально крестопение посвященной богородице медленно медленно специально пустой механизм медленно икона опускается двух широких лентах атласных опускается на уровень человеческого роста и скорость опускания такова что как раз оканчивается пение вот это такого гимна непроходимая врата на последнем условии вот этого гимна икона останавливается так уже рассчитано все все морящиеся на колене ждут окончания и потом все по очереди подходят к этой иконе также там известен такой был подвижник и он все его знают во всей земле и опочаевский преподобный и опочаевский который подвязался в этой лавре монахом был настоятелем а настоятелем и гуменом вот и его нетленные мощи еще сейчас почивает в нищем храме который освящен честь в честь него и это сейчас уже там находится мощи преподобного амфилохия почаевский это уже наш современник который умер по моему если не ошибаюсь в 1971 году и мы потом когда ездили в лавру вся заявляли на монастырское кладбище заходили на его могилку на могилке часто происходили исцеления всевозможных даже при мне это совершалось участником которого я был если будет интересно вы напишите я расскажу потому что мы сейчас вместе созрело там не только об этом случае рассказать и мы сделаем отдельное видео и истории интересы и уже двухтысячных годах эти мощи были собраны множество чудес собирается которые совершаются на его могилке была изучена его жизнь 2000 где-то туда ближе к десятому наверное году где-то плюс-минус мощные его земли подняли было прославление в лике святых преподобного амфилохия почаевского и также сейчас находится рака с его мощами также храме и о почаевском почаевской лавре кстати у меня есть подписчики семья кулик они сейчас живут россии между москвой и новгорода по-моему так они писали это деревне находится а сам глава семейства этой семьи он родом с почаевской лавы он родом с Тернопольской области а в Тернопольской области находится вот эта лава вот так ну кто-то может многие потому что мы когда ездили до всех этих событий особенно которые у нас произошли в Украине пусть они неладные сколько они кровью людям попили ну так ладно не будем вам грустным приезжали из России очень много было паломников автобусы приезжали с Москвы Санкт-Петербурга приезжали Псков приезжали очень много очень много автобусов Молдаване по сию пору в Молдаване и Румынии приезжают поляки итальянцы немцы кого я только не видел на стоянку заходишь в монастырск эти автобусы и встречающих потом монастырские трапезные встречаясь в иконной лавке в магазине то есть как бы со всего мира паломники съезжались и сейчас съезжаются поэтому кого будет возможность такая вот не пропустите вот часто люди даже у нас в Украине едут там бывать в морж где-то там в санаторий Турсковежки там на западной Украине совсем рядышком находятся и не знаю даже порой что они находятся рядом в такой святыне обязательно заедьте есть что посмотреть вот Святоуспенский собор где у собора Божия Матерь да представь он вмещает в себя три тысячи человек одновременно три тысячи а сейчас построили еще собор преображения Господня он еще больше он еще больше красота такая хорапа они такие вот так что кстати не знаю как сейчас вот еще несколько лет назад в хоре в Пачаевской лавре в церковном хоре который по этому богослужению в праздничном хоре пел украинский певец народная птица Украины Некола Натюк у меня кстати как-то благословение даже галко прошу прощения затянулась немножко но такой экскурс такой немножко маленький рассказ почему потому что вот те люди которые совершали паломничество в Пачаевскую лавру вот и они вот с таким чувством благодарности с чувством трепетном отношении к святыне составили писали такой икан бежать у Пачаев в стачки то дороге кому будет интересный текст в интернете наберите так наберите куда бежать у Пачаев в стачки то дороге будет вам текст а сейчас я хочу вам просто сыграть этот камп а 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.